что у нас в итоге получилось да у нас есть репер на одном компьютере на этом же компьютере есть grandma и мы локально отсылаем тайм-код также у нас есть другой компьютер который подсоединен по сети и он тоже по сети воспринимает midi тайм-код этот midi контроллер погружен к этому ноутбуку ноутбук соединен по сети с вот этим компьютером и здесь запущен beyond и когда на вот этом контроллере от ноутбука мы начинаем менять какие-то миди сигналы мы видим что все это работает собственно фокус заключен в том что мы по сети пробросили миди сигнал всем привет сегодня мы поговорим о протоколе миди о создании миди девайсов виртуальных и о пробрасывании миди по сети то есть это может быть например там не знает тайм-код это может быть подключено какое-то устройство на одном компьютере а отрабатывает программа его нажатие уже на другом компьютере что нам для этого не для этого нужно нам скачать нужно программу клуб миди который мы генерируем виртуальные девайсы и ртп миди который впоследствии мы будем пробрасывать 7 миди по сети для примера для примера мы возьмем грамма beyond и репер репер мы будем генерить тайм-код потом мы создадим виртуальный девайс лук миди и этот виртуальный девайс подключен грамма и получим тайм-код далее что мы сделаем далее мы в репере сгенерируем еще один тайм-код создадим еще одно виртуальное устройство с помощью лук-миди и отправим это на beyond пока что на локал дальнейшем мы возьмем ртп миди и уже с помощью вибера отошлем миди тайм-код в ртп миди таким же ртп миди мы на другом компьютере примем этот тай-код и уже подключим его к beyond вот такая вот заморочка это одно из демонстрации как можно пробросить тайм-код например миди тайм-код по сети но на самом деле мы после этого возьмем второй пример мы возьмем beyond на вот этом компьютере и с помощью ртп миди подключим миди девайс к ноутбук вот у меня сейчас здесь стоит и вот будем вот этот миди девайс он подключен к ноутбуку мы будем поднимать или опускать фейдеры но работать они будут именно уже на этом компьютере и все это будет до происходить по сети вот такие у нас сегодня задачки игрушки что касается последнего могу конкретно объяснить для чего это я использовал на площадке в частности да если мы говорим про beyond и когда не было флэшбека в четвертых на дискотеках я оставлял ноутбук с beyond и по по сети с этим ноутбуком соединялся то есть я приходил на пультовую со вторым ноутбуком и посетить по удаленному рабочим столу соединялся с первым ноутбуком по с помощью там всяких и не дисков да если удален рабочий стол тем самым да я получал некий доступ к управлению beyond да но поскольку есть дискотека и хочется очень быстро реагировать на все это на все изменения музыки да то естественно для этого мне нужен был миди контроллер и вот этот тот самый миди контроллер я подключал к ноутбуку который находился в пультовой да и пробрасывал миди команды к ноутбуку который находился под сценой с помощью lan сети вот одно из применений того чего я сказал а что касается миди таймкода то на самом деле тоже есть такая интересная история на мой взгляд до одно из применений это сгенерирует таймкод на ноутбуке локально принять его грандма а грандма должен быть подсоединен в одну сессию с реальной машкой да и получится просто ситуация когда монаре пили на ноутбуке нажимаем старт таймкода в ноутбуке срабатывает таймкод на ум в машке да и этот же таймкод начинает дублируется уже в в реальной консоли да то есть носит я не горж это мега там профессиональные все такое но в частности для какой-то там быстрый как сказать для быстро и быстрого прогона да ты приехал с ноутом просто соединил все в одну сеть и быстренько нажал пробел да и у тебя все пошло ну на мой взгляд имеет право на жизнь но может быть даже кто-то использует это все в боевых условиях и так давайте начнем для наших экспериментов да все ссылки будут в описании в принципе рассказал какой нам софт нужен давайте начнем с чего же мы начнем давайте мы начнем с таймкода это немножко было уже рассказано мною в моем стриме да но не настолько подробно насколько сейчас так мы даем два трека и и и и и